Хочу поделиться с вами рассветом Извините, что так, но сейчас на светофоре Сделаю по-другому Я, конечно, ничего не вижу Пока я телефон-то вставала Блин, солнце еще только краешек показало Посмотрите, как жизнь движется быстро Пока телефон достал, солнце выскочило из-за домов Уже целичком Вот так вот наша жизнь убедает Блин, какая тюрьма Оказывается, очень неудобно ехать навстречу солнечку Недавно глаза, где посмотреть на размен Конвенция Я сейчас зайчика поймаю Ну, как я буду все видеть Нет, что нет, что я не знаю Я не знаю, что я не знаю, что я буду отступиться или нет Это красиво, но не за рулеводит Это красиво, но не за рулеводит Завелем это очень неудобно, когда тебе следят очень ярко и прямо в глаза О, аллилуйя Да, 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 да Да я знала, что теперь у меня будет плохое зрение Потому что мне насветило солнце Субтитры сделал DimaTorzok 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 Лужи. Да, с дочкой был знатный. А у них есть? Ага, у них главное, я поняла. Так, теперь надо маме звонить, чтобы открыла мне ворота. Поверните налево, затем ваше место назначено. Так. Зачем я ей написала? Машина приехала, открыла ворота. Угу. 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 Продолжение следует... Что-то у меня скребет. Наверное, вчера у меня этот Эдвин вытянул что-то из-под бампера. Там какие-то были коробки. Они, наверное, не давали вскрести колесу. А он их вытянул. Уж две коробки какие-то такие пустые, но такие решетчатые. Может, они держали бампер, чтобы они не скребли. Он скрежет хоть и небольшой, но я его слышу. Вот оно, это солнышко. Так, место, на которое я остановилась, занято. Встанем на другое. Ну что? Ай, она и ванна. Так, давай. Не надо так быстро. Да, она купала. Где-то мое заднее колесо. Кто-то видит. Я уже вижу. Уйма, Ивана. Уйма, купала. Все, приехали. Привит. Ну, как я вам сегодня предложила встретить восход солнца со мной вместе. Только вам это в глаза не светило, как мне за рулем. Доброго рану, друзья. Я приехала на работу. Я вам желаю гарного дня. Гарного просмотра моего фильма. Я думаю, он будет интересный. Ну, сегодня я работаю до часу. А с трех у меня маникюр, пикюр. Ну, про основную мою работу даже не рассказываю. Ось, такие дела. Пишла. Сколько уже часу? Сосемь сорок. Меня мама позвала на семь сорок и на семь пятьдесят. Все, пошла. Хорошего в семь дня. Бабиситтер по имени Лена. Вишневого цвета. Только что Софи. Мы делали такие гимнастические упражнения. Я думаю, сейчас она устанет. Фиг вам. Она не устала. Она скакала. У меня сегодня была полноценная зарядка на руки. Потому что мы были гимнастками, эквилибристками. Мы взлетали к небу. Взлетали к небу и в общем. Так, я буду ехать домой. Потому что у меня сегодня маникюр-педикюр еще. Так, я буду ехать домой. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А потом я за этот час должна все успеть и прибрать еще в квартире для их встреч, потому что у меня там такой раскардаш. Так, 24-24. Это мой адрес в путь. Выполните разворот, затем поверните направо. Так, поеду я на светофор, потому что на том нерегулируемом очень, очень мне не нравится. Так, ну все, поехали. Так, ну все, поехали. Тоже туда поеду налево. Потому что не хочется мне на нерегулируемом светофоре стоять. Направляйтесь на восток. Через 800 футов поверните налево. Поверните налево. Сегодня солнце, сегодня жарко. Поверните налево. Поверните налево. Ребята, я все-таки хочу закончить историю насчет шума, под которую укладывают деток. Третий раз повторю, что эта история не о родителях и о их выборе, а о шуме. Я просто первый раз в жизни в этом доме увидела, что детей кладут спать под шум. И начала читать, узнавать. Оказывается, это многие так поступают. И пока ребенка не было, я в кадр взяла только сам шум и его звук. Сейчас вот мы доедем с вами до определенного места. Телефон выключился у меня. Хотела вам показать дорогу, не ускоренную, а в нормальном режиме. Красивая дорога. Но телефон перегрелся под солнцем на панельке. И я в конце врежу шум. Не знаю, в натуральном его звуке. Я сегодня, когда зашла в комнату и услышала этот шум, я чуть не охренела. И вот я хочу узнать, что полезного в этом шуме. Как это может быть? Еще раз повторюсь. Дело не о семье и не о выборе родителей. Вы все себе выберете. И вы можете, зрители, вот сейчас я рекламировать буду этот шум, тоже себе купить его и спать под него. Это тоже будет ваш выбор. Я не осуждаю никого. Я просто хочу понять. Я разговариваю просто о шуме. Для меня это какой-то капец. Сейчас вставлю шум. И на этом с вами попрощаюсь. Доброе. Сегодня был тяжелый день. Не очень было до видео. Поэтому все, что смогла, тем с радостью вами делюсь. Обняла. И хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Если честно, с такой шумом можно сойти с ума.